Рассказать про перевёрнутый класс или про сценарий? Вообще, это, скажем так, технология или метод, или сценарий, как мы назовём, перевёрнутого класса. Он касается некой перестановки классной и домашней работы. Мы меняем местами на самом деле. То, чем мы обычно занимаемся в классе вместе с учителем, мы эту работу переносим на дом. А вот домашнюю работу, зачастую именно при выполнении домашней работы у нас возникают какие-то проблемы у учеников, я имею в виду. Вот эту вот домашнюю работу мы переносим в класс для того, чтобы ученики могли выполнять домашнее задание и получать поддержку от учителя и от своих одноклассников. Вот это и есть перевёрнутый класс. Вот здесь мы его и переворачиваем. Мы с Юлей начали заниматься перевёрнутым классом несколько лет назад. На самом деле несколько предпосылок у нас было для этого. И вот отталкиваясь от этой такой красивой метафоры «перевёрнутый», мы пошли чуть дальше. И сейчас мы дошли уже до перевёрнутого обучения. Мы уже обобщили этот перевёрнутый класс, перешли к перевёрнутому обучению, когда мы действия от обратного делаем и делаем всё наоборот. Например, ученик у нас какой в классе? Он такой достаточно пассивный, у него репродуктивная деятельность. Всё, что он должен делать, это слушать, записать, выучить, предсказать. Вот мы этого ученика тоже переворачиваем и делаем его активным участником учебного процесса. Да, да, конечно. Извините, конечно. У нас, наверное, было так, что я работал в школе, Марина была в декрете. Тогда у нас, это лет 8-9 назад было, когда мы начинали изменять свой подход в обучении. И я приходил домой и всё каждый раз говорил. Вот я чувствую, что я могу дать ученикам намного больше, чем я даю. Вот этот традиционный метод обучения, когда я стою перед доской, показываю, как хорошо я умею решать примеры, он не даёт того лишь дата, на самом деле, чего я хотел бы. И потихоньку я начал задавать маме и Марине вопросы. Вот я хочу, вот я хочу, а вот как это сделать, не знаю. А она тогда у нас стала уже таким активным достаточно блогером, и она начала предлагать мне решение просто. А создай блог, возьми онлайн-доску, возьми это. И я начал принимать, что это, о, это мне всё подходит. И так потихоньку мы начали использовать вот разные такие инвенционные сценарии. Сначала перевёрнутый класс, а теперь мы говорим, как Марина сказала уже, в общем, совсем уже о перевёрнутом обучении. И, да. На самом деле мы, в принципе, пишем научные статьи на эту тему, и работаем с учреждениями очень тесно, которые на практике это пытаются применить, потом приходят к нам обратно в курс, мы анализируем, что у них получилось, даём советы, они идут обратно в школу. Но кроме этого мы и сами же, крайне говоря, являемся преподавателями в университете. И все эти идеи мы сами воплощаем на практике в университете, как, например, в Таллиннском университете, и, например, в Техническом университете, в Таллиннском техническом университете, где я работаю также. И помимо этого у нас же есть школы, с которыми мы делаем совместную работу. И у нас бывают договорённости, когда ученики приходят в университет и работают именно по нашим сценариям. И приходят ученики, например, десятых классов, восьмых классов, и вот проходя весь путь по сценарию, который нами выстроен, конечно же, они оказываются очень вовлечены в этот учебный процесс и порой воспринимают его даже как некую такую развлекательную деятельность. А на самом деле посредством этой деятельности они очень много получают и знаний, и навыков, и компетенций. Тут как предметные знания. И как предметные, да. Ну, конечно, для некоторых директоров и руководителей школы мы на самом деле больше проблема, потому что мы говорим о том, что мы не можем продолжать подготовку учеников к жизни, так как мы это делали 20 лет назад, 15-10 лет назад, что нужно действовать. А это предполагает очень много работы. Вот для того, чтобы учитель провёл тот самый инновационный сценарий, перевёрнутый класс, это же столько нужно работы сделать, предработы. Намного легче пойти перед доской и рассказать то, что ты рассказывал 20 раз уже. Ты же знаешь, что это и так уже наизусть. Это очень много работы. И не все директора на самом деле готовы очень много работать. Но я считаю, что это неизбежно на данный момент, потому что мы сейчас готовим учеников к жизни. И мы не имеем ни малейшее представление, кем они будут работать у нас через 5 лет, 10, 15 лет. И сейчас рабочих мест даже нету ещё. И поэтому очень большая проблема сейчас, опять же, в том, на чём делать упор? На компетенциях и умениях 21 века или всё-таки на предметных знаниях? Где найти баланс этот? И вот это тоже очень большая проблема с учителями. Они очень сфокусировались на своём предмете, соответствующих предметных знаниях. И вот эти компетенции, умения, которые, по мне кажется, архиважны в наше время, очень часто забываются. А вот наш этот подход, перевёрнутый обучение или перевёрнутый класс, как в частном случае, он поддерживает не только развитие этих знаний, которые связаны с предметом конкретным, но и этих умений 21 века также. Ну, на самом деле, это так же, как среди директоров, так же и среди учителей есть разные. Многие учителя считают, что эти новые инновационные методы неэффективны. По мне, так, мне кажется, вот эти старые методы точно неэффективны. Мне кажется, они традиционный метод такой обучения, где в классе стоит учитель, который всё знает, и он вещает, а ученики очень часто, как Марина сказала, остаются в роли пассивной потребителей знаний. И, мне кажется, это время прошло, и учителя, на самом деле, должны всё-таки двигаться дальше. Те идеи, которые мы говорим про перевёрнутые обучения, на самом деле, они же не новые. Они были описаны уже 100 лет назад уже. То же самое, как Выгодский писал про это очень много. Да и 200 тысяч лет назад про это писали. Просто только они в практику широкую никак у нас не входят. Я, кстати, хотела сказать и про обратную, так сказать, сторону администрации, что бывает и другая администрация, очень продвинутая, которая нацелена на инновационную работу, которая мечтает о том, чтобы педагогический коллектив, так сказать, перезагрузку себе сделал, начал по-другому работать. И тогда они встречают препятствия уже со стороны учителей. А бывает, наоборот, действительно, как Юрий описал, когда продвинутые инновационные учителя и тормозит, например, этот процесс администрации. И такие случаи, и такие бывают. Это, конечно же, идеально, когда совпадают желания администрации и педагогического коллектива. Это идеальная ситуация. Такие тоже у нас в Эстонии встречаются, но реже. Ага. мы предлагаем их всему миру это правда это правда да ну вот мы ездили в Атвии сейчас на прошлой неделе это был очень положительный опыт очень интересно было видеть что люди думают с тобой очень в похожем ключе и конечно с ними очень интересно работать и проблемы и задачи и цели и переживания они совпадают как в Эстонии так и в Латвии на самом деле у нас учебная программа в Эстонии ее содержание в принципе очень хорошие на самом деле у нас учебная программа новая которая вышла она очень современная она очень современная там все это написано о чем мы говорим на самом деле единственная проблема только с чем сталкиваются учреждения как это внести в практику вот это самая главная проблема и вот с этим мы и работаем так у нас учебная программа новая очень современная там у нас есть все эти компетенции, и в принципе у нас немного уменьшился в том же самой математике объем вот этих знаний, которые именно с предметом связаны. И я считаю, что у нас программа учебная супер, просто нужно теперь работать с учелями и помочь им вот эту идею внедрить в жизнь на практике. Подсказать, как действительно реально на практике теперь можно с этой программой учебной нашей работать, да. Вот я не знаю, насколько у нас конкуренты, но у нас мы работаем очень много под Таллинским университетом, от именно Таллинского университета. Там у нас, ну мы очень много делаем курсов, сотрудничаем с кем-то. Беремарина делала в прошлом семестре курс с другой преподавательницей вместе. Мы очень честно работаем вместе. Как бы конкурентов мы в таком смысле, что кто-то против вот наших идеей, резко высказывается. А что-то другое, альтернативное? Так вот, например, честно говоря, сразу, сразу в голову сейчас они приходят. У нас есть интересные молодые люди, которые тоже, например, через игру, у нас интересная такая, по-моему, фирма, молодые люди, которые, по-моему, обучают всему через игру. Вот я не помню название. Но это не противоречит никак нашим разговорам, потому что это тот же самый деятельностный подход, вовлечение учеников в активное участие. Это просто, скажем так, другой сценарий, другие правила, но идея та же самая. Ну, наверное, я отвечу. Ответь. Просто идея в том, что вот эта идея подталкивания, на самом деле, мы ее используем тоже у себя. На самом деле, изменить практику учителя очень... Тип мышления учителя. Тип мышления, да. Это очень тяжело. У нас были такие долгосрочные проекты с учителями, еще несколько лет назад, когда мы работали с ними очень продолжительное количество времени. И мы, как бы, измеряли их подход в обучении, их понимание обучения и учения. И их роль как учителя. И мы видели, что в начале вот такой долгосрочной работы, они очень быстро идут в ногу со временем, с идеями курса. И, в принципе, их подход меняется. А через год у очень большого количества учителей этот подход обратно уходит. То есть для того, чтобы изменить теоретическую практику, нужно с учителем очень долго работать. А вот эта идея подталкивания, мы используем, как бы, идею работы вне классной комнаты. Учителю очень тяжело изменить свой подход в обучении, если он остается в традиционном классе. И мы очень часто придумываем такие активности, которые проходят вне классной комнаты. Вот мы берем учителя, его учеников, и предлагаем им такое решение, вот такое обучение, тип обучения, которое будет вне классной комнаты. На улице, в парке, где-нибудь, в музее. Или к нам в университет приходят они и со своими учениками. Вот это подталкивание, вот это в нашем смысле подталкивание. Ты просто берешь учителя из его привычной классной комнаты, среды, и перемещаешь его в другую среду. И там ему намного легче перестроиться, может, и освоиться себя в другой роли. Вот я думаю, это может тоже такое подталкивание. Да, безусловно, потому что когда ты оказываешься в такой ситуации, когда за тобой нет привычной доски, и перед тобой не сидит рядочками ребята, затылок к затылку, то, конечно же, в этой ситуации ты уже должен начать принципиально иную деятельность придумывать, как-то их по-другому организовывать, потому что они уже садятся в круг на мягкие сидения, или стоят, или ходят, и разговаривают между собой. И каким образом, например, в этом случае можно достигнуть учебных целей, которые преследуют учителя, и как организовать учебную деятельность, как сконструировать ту учебную ситуацию, чтобы дети добились желаемых результатов. Вот это уже, конечно, задача интересная. Поэтому эти подходы, которые здесь были перечислены, да, они полностью совпадают. Мы придерживаемся тех же сам принципов. Подтягиваются, подтягиваются. И, например, я в марте провела онлайн-курс, он был полностью в интернете, этот курс на русском языке, где приняло больше ста учителей участия. И, например, вот сейчас мы в течение трех недель с учителями работали, и первая неделя была очень большая часть работы была направлена на то, чтобы вот именно тип мышления учителя изменить. Потому что прежде чем подойти к этой перестановке, прежде чем подойти к этой перевернутости, учитель немножечко по-другому должен начать думать. Это очень важный аспект. И вот большая часть времени у нас ушло на это, а потом мы уже перешли к конкретным сценариям и конкретной практике. И, например, вот как выходом этого курса, например, сейчас два учителя химии создали сайт на русском языке. Они все темы 10 класса за год перевернули, описали вместе с рабочими листами, с тестами, с видео, выложили в открытый доступ. И вот этот вот сайт, вот они только сегодня об этом написали в Фейсбуке, что этот сайт теперь открыт, его можно найти в интернете. И вот, пожалуйста, перевернутый урок химии. Казалось бы, химия невероятно сложный предмет, и, оказывается, его тоже можно перевернуть. Все можно перевернуть. И литература перевернута, и математики перевернуты. Уроки у нас есть в практике. И физкультура. И труда. Мы много чего переворачивали.